И новый день, новая сводка. Вот так было этим утром. Коронавирус в России. 11 дней подряд меньше 10 тысяч выявленных случаев в сутки. Что следует к этому добавить? Что за сутки выписаны свыше 12 тысяч человек. Сразу на 40% больше, чем за рекордный день на минувшей неделе. И вот он обновлен, этот рекорд. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили. Слава России! Путин наш президент. Как и было обещано, все будет. Будет парад, будет бессмертный полк, будет юбилей Великой Победы. Это ясно. Если победа с нами навсегда, значит и юбилей тоже. И полк, он же бессмертный. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Говорить о том, как преодолеть последствия карантинных мер для малых и средних предприятий, будут сегодня и в Госдуме. Мы ожидаем снижение экономики в этом году до 5%. Уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос. Мы планируем рассмотреть во втором чтении поправки в закон, которые позволят старшекурсникам, в первую очередь вузов педагогических, об этом речь идет, заниматься преподавательской деятельностью в школах. Вы знаете, что не хватает учителей, особенно не хватает их в сельской местности. В России, по данным оперативного штаба, за сутки поправились более 11 тысяч пациентов, а суточный прирост новых случаев COVID-19 гораздо меньше – 8338. И такая пропорция, когда выздоровевших больше, чем выявленных, второй день подряд. Слава России! Слава России! Слава России! Ты пропагандист нацистской машины! Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз, в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Доля умерших медиков, в общем числе официально зарегистрированных смертей от инфекции, почти 7% в России. Для сравнения, в Италии это доля 0,65%, в США – 0,48%, в Иране – 1,59%. Мы с вами видим, если сравнивать ситуацию в нашей стране и в других странах, тех же Соединенных Штатов Америки, что в общем-то в этой ситуации совершенно очевидно, многие страны не справляются с вызовами и проблем там больше. Не всем нравится вот этот разговор, потому что, особенно если говорить о Соединенных Штатах Америки, на это государство многие как на икону смотрели и приводили в примеры, но как жизнь показывает медицина. Медицины действительно многое достигли Соединенные Штаты Америки в этой сфере, но здравоохранение у них хуже. Две трети смертельных случаев заболевания среди врачей приходится на четыре региона – Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан. Около половины умерших медиков – это младший и средний медицинский персонал. Чаще всего от COVID-19 в России умирают медсёстры. Дмитрий, о чём говорит столь высокий показатель смертности от коронавируса среди российских врачей? Это говорит о том, что система здравоохранения, которую многие десятилетия разрушали, также осталась разрушена и осталась беззащитна перед лицом, в общем, не очень страшной угрозы. Под Советский Союз все разрушили, а созданную им систему не удалось. Это физически отсутствие, попросту говоря, средств индивидуальной защиты. Даже не масок, я подчёркиваю, не масок, а наличие респираторов со степенью защиты ФФП-3. В одном из эфиров «Серебряного дождя» я пришёл в полной лицевой маске, которая позволяет обеспечить подобного рода защиту. Значит, она продаётся в Китае, и её можно было закупить на всех медиков. Стоит она, по-моему, порядка 4,5 тысячи рублей на рознице. Это означает, что на опте она должна стоить порядка 3,5 тысячи рублей. Плюс ко всему тогда нужно просто закупить фильтры, и вот это была бы стоимость неумирания этого простого персонала. Всего лишь нужно было потратить, ну, от силы, по моим оценкам, ну, там, 10-15 миллионов рублей, чтобы защитить нижний персонал именно такими простыми средствами защиты с фильтрами, полной лицевыми масками. Более того, я знаю несколько, там, у меня подписчиков есть, те, кто работают в ковидных госпиталях именно в такого рода масках, и они, в общем, подчёркивают и удобство работы, потому что лицо закрыто, глаза закрыты, соответственно, фильтры позволяют дышать свободно, руки свободны, маска не съезжает, она достаточно хорошо крепится, поэтому вариантов обеспечить жизнь этих людей, он огромный. Я подчёркиваю, ну, там, по моим оценкам, вот это было, там, 15, ну, 20 миллионов рублей. Всё равно это другие абсолютно цифры. Закупка, да, хорошо. У вас нет такой возможности договориться с китайцами, но вам даже маски из Китая привозят, если вы не знаете, то наша промышленность не в состоянии обеспечить многократный рост по потреблению масок. У меня по программе «На эхо Москвы» был один из производителей масок. И цифры, чтобы вы себе понимали, следующие. В месяц ранее, до пандемии, Россия потребляла всего 600 тысяч масок. Сейчас она потребляет приблизительно 240 миллионов. Таким галлопирующим образом нарастить производственные мощности невозможно. Нравится это или не нравится, это очень медленный процесс. Ну, плюс ко всему, я уже говорил в предыдущей части, насколько эффективна та штука под названием маски. Я могу сказать, что очень печально, что медики не объединяются и не защищают своих коллег. Потому что я уже вижу не один случай, когда медики сначала выходят, что у них не хватает СИЗ, а потом по звонку главному врачу, который проводит политические беседы и угрожает увольнением, угрожает всеми карами небесными, вместо того, чтобы позвонить в десяток, я подчеркну, в десяток, в сотню соседних больниц, чтобы единым, да, единым фронтом, это и называется профсоюз, чтобы больницы, даже где есть СИЗы, попросту поддержали бы своих коллег. Вот так и формируется гражданское общество. Я вижу ровно обратное. Я вижу, что через очень короткий промежуток времени люди начинают извиняться за то, что они неправильно были поняты, неправильно были информированы. Ну и далее по списку. Ну, в общем, в этом заговоре молчания, к сожалению, выхода нет. Я сразу могу сказать, что люди будут и умирать, и не будут получать своих причитающихся им денег. И самое основное, дорогие медики, поймите правильно, что в этой позиции вы теряете, на мой взгляд, главную поддержку, а именно поддержку общества. Поверьте мне, что общество, сколько бы атомарно оно не было, оно бы поддержало такой протест медиков. Если бы, условно говоря, 10 больниц поддержали бы, пусть там, десяток своих коллег, которые заявили о том, что у них не хватает средств индивидуальной защиты. Без вот этого, не знаю, роста гражданского самосознания не произойдет ничего. Мне хочется, чтобы вы наконец-то думали. Не обязательно присоединяться к альянсу врачей, если он вам кажется какой-то не очень правильный. Создайте свой альянс, создайте свой профсоюз. Но делайте что-то, даже не что-то, а совершенно конкретно. Только в ваших руках жизнь ваших коллег, ваша жизнь. Потому что никаких средств индивидуальной защиты от того, что вы ошибочно считаете, чиновники от государства не будет. Будет пропаганда? Будет. Будет навязывание тех или иных стандартов? Будет. Стандарты устанавливаете вы. Вы простые нянечки, медсестры, простые врачи, простые пульмонологи, вирусологи. Именно вы являетесь основой этой системы. Ну, хоть как-то постарайтесь отстоять свое просто право на жизнь. Извините. Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян. Формировать базу данных будет налоговая служба. Она внесет туда следующие данные. Фамилию, имя и отчество. Пол. Дату и место рождения. Гражданство. Семейное положение. СНИЛС. ИНН. И дополнительные данные о семейном положении и родственниках. Говорят, что о доходах россиян информации в базе данных не будет. Сведения можно будет менять, если они потеряли актуальность. Дмитрий, для чего это нужно государству? И каких последствий того, что мы ошибочно называем государством, россиянам ждать? В связи с тем, что их пересчитают по головам. Дело в том, что то, что мы ошибочно называем государством, периодически пытается все свести в большую базу по следующим причинам. Ведь наверх первому лицу регулярно докладывается, что есть некая такая черная экономика, в которой есть деньги. И все абсолютно чиновники вот с этим заговорческим видом говорят, ну ладно, мы там потеряли на нефти и газе, но вот сейчас мы выведем из тени каких-нибудь там 15-20 миллионов. Только нам для этого нужно дайте нам миллиардов несколько на фискальную систему, да еще на такую систему. И вот тогда-то мы, Владимир Владимирович, соответственно, вернем вам небывалый престиж. И зато мы всех выведем этих проклятых коммерсов, которых вы называете жуликами, на чистую воду. Поскольку, в общем, разбираться в этих публичных эманациях, конечно, никто не будет. И тем более это выгодно для всех чиновников рассказывать эту сказочную фишку про миллиарды, миллионы в тени, во всем остальном. Плюс ко всему даже эксперты регулярно говорят о гаражной экономике, регулярно рассказывают, даже в том числе условно-либерального толка рассказывая о том, что там действительно много где-то находится. Они забывают произнести главное, что даже в гаражной экономике огромное количество налогов, в том числе так называемых коррупционных налогов. Ну, то есть эта экономика не черная, она абсолютно серенькая, которая видна, ее можно легко посчитать, попросту говоря, другими методами. Вы попросту займитесь тем, кто крышует эту гаражную экономику, и все встанет на свои места. И гаражная экономика из серы превратится в белую, потому что будет выгодно находиться на свету. А на сегодняшний день на свету находиться невыгодно. Поэтому я прекрасно понимаю посылы к этим просчетам, касаемо для чего это делается. По поводу доходов и сведения того, что у вас какое имущество присутствует, и какое имущество записано на вас, на ваших родных, близких. Мы уже говорили в прошлом еще году, что в этом году будут сведены в единый реестр, по сути дела, домохозяйства, в которых окажется весь ваш имущественный комплекс. И, соответственно, на основании этого будут рассчитываться налоги в будущем. Нет, это не будут ни про какие пособия, ни матерям, ни убогим, ни сирам, ни старикам, а именно для того, чтобы в дальнейшем как дальше шкурить. Здесь важна ремарка другая, что большая часть наших небожителей окажутся оборвалками. Именно так я называю тех людей, которые очень легко в этих базах исчезают. Они, ну, вспомните нашего любимого, лучшего стартапера, я считаю, страны, господина Чайку. Прекрасные дети, великолепные. Как только возник вопрос, что там этот дышащий, пышащий здоровьем молодой человек приезжает на Бентли практически к подъезду фешнебельного бутика, нарушая все правила дорожного движения, очень быстро оказалось, что в базе он не значится, он стал оборвалком. И это относится абсолютно ко всем чиновникам. Такая же ситуация с нами любимой Валентиной Черешковой. После ее предложения по обнулину, она вдруг нежданно, негаданно исчезла из базы. И так будет происходить со всеми. Поэтому будет каста оборвалков, которые правят, как в фильме «Отроки во вселенной». И будет каста исполнителей, то бишь нас с вами, которых нас с вами действительно посчитают. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Субтитры создавал DimaTorzok